так девушки здравствуйте 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 я хочу вам представить своих подруг с которыми уже 20 лет вместе да и вместе мы начинали и познакомились на конкурсе невские берега мы были членами жюри и девушки соответственно по стилю я по макияжу и вот с тех пор мы так и до сих пор общего это сестры мамытины и дизайнеры сколько вы уже в профессии смотря откуда считать если как бы с момента открытия нашего бренда это 18 лет а если с момента как вы там выпорхнули с института с красными дипломами то сколько лет у плюс 5 минус 5 до 24 года примерно в профессии там плюс минус год нужно посчитать вот это на самом деле большой большой но сроком не назовем срок обычно большой период большой опыт который мы набрали за эти за эти годы потому что мы не просто сидели и никак не связывали себя там с одеждой со стилем и так далее собственно как выпорхнули с института и продолжили активно заниматься тем что мы знаем тем что мы любим и вот уже столько лет мы в этой профессии на самом деле я хочу сказать что вы выглядите великолепно сколько вам лет на 82 на двоих по 41 году по 41 могу да и вы выглядите очень вот прям очень и вы занимаетесь девочки занимаются трикотажем у нас есть такой миф да что трикотаж старит действительно если неправильно выбрать сюда то можно себе прибавить но вот реально там плюс пять лет легко вы занимаетесь трикотажем уже много лет вот скажите пожалуйста вот вы как что нужно делать как выбирать вещи или как вы создаете вещи для того чтобы трикотаж смотрелся современно стильно чтобы это не прибавляло возраста а при этом еще украшала вот быстро потом сестра продолжит мифы а начнем с того что с мифа который еще в советское время образовался когда мы начинали получить образование и пошли на трикотаж потому что с трикотажем были очень простые примитивные ассоциации бабушкина кофта давайте такая на поле за бюджетом носки и трусы и колготки что-то такое очень примитивно и вот именно бабушкина видимо тут этот миф наверное когда-то закрепился но когда мы с маришкой начали учиться получить образование узнали что такое трикотаж какой бывает разнообразный по фактуре по цвету по текстуре по стилю по пропорциям и это открывают такие горизонты что порой даже даже и трикотажная вещь она может выглядеть как швейная так и швейки издалека в том числе но она будет иметь другие свойства более удобно например там в использовании не просто трикотаж на до трикотаж бывает разного бывает крайне трикотаж очень тоненький мы даже говорим непосредственно о вязаных вещах потому что наш бренд как правило именно вяжет на машинках это где петля может быть очень крупная чуть помельче но тем не менее это прям так скажем там некая районная вещь да не бельевой трикотаж скажем так вот вообще мне кажется трикотажем про мифы заговорили очень много разных мифов не только поводу старости вот и мы их развеиваем и очень рады их развеивать много лет потому что многие считают его там жарким летом ну кстати да да либо что он полнит например то есть или подчеркивать там недостатки но все же дело в том как правильно это все подобрать мы знаем будет читать с другими вещами из гардероба например как создавать именно образы до чтобы рассмотрелось вкусно стильно современно но и не про ту бабушку а бабушка носила кофту видимо потому что тепло удобно правда же поэтому вот вы говорите что вы многие модели делаете интуитивно да да но как бы интуиция она же тоже крепляется чем-то подкрепляется вот вы откуда-то черпаете информацию то есть вы смотрите естественно вы следите за тенденциями да потому что у вас в коллекциях но это прослеживается и это не смотрится как раз старомодно потому что если взять просто именно как трикотаж и не понимать то что сейчас актуально в итоге получается вот это бабушкина кофта то что многих нас пугает так вот где вы это берете черпать вот откуда ну на самом деле вот если смотреть наше детство и так далее да мы всегда хотели одеваться очень модно и красиво и тогда у нас но у многих не было денег это 90-е годы до начала и далее да вот и не было возможности купить они физически не в принципе этого просто всего не было и тогда мы сами производили скажем так себе одежду и выглядел достаточно модно и говорят о том что мы жили в омске не было тогда ни интернета толком ни журналов ничего у нас было такое еще знаете природное чутье и мы это как бы как врожденная до история и мы всегда почему-то изнутри знали что будет модно через полгода даже и шили многие вещи начинали носить когда еще никто этого не носил и ничего не продавалось потом оказывается мы просто в таком ярком тренде и были на пике моды то есть есть найти три этапа моды это вот когда есть только только начинается когда еще никто не носит зарождать и многие смотрят ой ну не я уже в какой кошмар это вот зала пикачусье дальше когда это супер-супер модно и начинается носить и самое последнее это называется явление уже анти-мода когда уже третий этап когда вы те наконец-то доросли а первые которые наверное они уже которые носили они ждут ним это капец не тот человек созрел все ходят и мне надо тот момент когда тебе надо все уже я к тому что по поводу природного чуть я да но плюс к образованию до высшее образование высшее образование закончилось красным дипломом с упоением учились по профессии и конечно же конечно конечно же огромный опыт уже жизненный вот такой вот да именно работа для практики скажем так ну вот и смода ими мода имеет цикличность да это как раз образование да что мы например все днем по 90-м годам да вот получается всегда проходим 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 сейчас в 90-е давно уже прошли сейчас мы 2000-е года в десятилетия вот это перерабатываем которое было когда-то но перерабатываем уже современно да вот на современный плюс конечно же именитые дизайнеры показы которая сейчас на youtube на это все это все вот она летает за как сказать запастись терпением и временем да конечно это можно изучить и посмотреть другое дело когда может быть это воспримет напрямую а например можно переработать это все и для делать одежду на каждый день но вот мы этим на самом деле занимаемся хотелось сказать о том что у нас нет ярких ярких трендов наших коллекциях которые знаете вот пошли худи кроссовки вот они у нас висят худи кроссовки и все не влево не вправо нет ни в коем случае мы очень тонко используем тренды очень деликатно и поэтому наши кстати модели и вещь могут можно носить годами они не смотрятся знаете не модно знаете ярко не модно могу подтвердить у меня есть кардиган нет сейчас его уже нет я просто уже уже просто я выносила по-моему лет шесть мне кажется как минимум и и он был в отличном состоянии значит еще вы выбираете то что вы будете носить когда вы делаете коллекции да потому что толчок то что мы хотим обычно происходит так впереди новый сезон например там осень да и начинается боже я хочу вот в этом сезоне быть в таком платье или в таком образе и вот я очень настолько этим сильно гореть или марина также мы заряжаем друг друга и в общем вокруг этого начинаем делать коллекции крутится чтоб крутится что получается мы себе подбираем сделаем стильную одежду да собираем стильный в общем образы показывать нашим клиентам наши клиенты тоже этого хотят потому что это реально получается классно Вот интересно, у нас как раз недавно были уроки по образам, и естественно у меня постоянно на канале мы обсуждаем возраст, вот что с возрастом мы можем себе позволить, что нельзя, и даже дело не в том, что мы начинаем себе запрещать, ой, я стала старше, я теперь вот это не надену, не вот в таком контексте, а скорее всего как бы как хочется быть теперь вот такой. Вот у меня к вам вопрос, какой вы хотите, какими вы хотите сейчас быть, что изменилось в ваших коллекторах и в Астане, то есть что вы сейчас воспринимаете, как, боже мой, как это здорово, и что, и что, то что, да, уже как бы, уже мне это не нравится, вот раньше носила, это было здорово, а сейчас уже не готова к этому вернуться, это вот про что можно так сказать. Ну вот казалось бы, что мы выглядим очень молодым, мы об этом сказали, да, и можно со стороны подумать, что мы какие-то девочки-препевочки там 20 там с лишним, ну, может, перестрадуясь далека-то уж точно, вот, и у нас вроде бы неплохие фигуры, но тем не менее, не хочется показывать, хочется быть элегантной, женственной и элегантной, но это не означает какие-то, знаете, там, рюшечки и так далее, не в этом смысле. Хочешь себя правильно украсить, правильно украсить, да, и правильно скрыть недостатки, например, да. Какие интересные. Ну, например, раньше носила облегающие платья, прям совсем облегающие, да, которые до сих пор лежат у меня в шкафу в прекрасном состоянии, но, например, мини, сейчас такое платье не надену, из двух соображений, потому что, а, не идеальная уже фигура, я себе все равно уже не нравлюсь, да, я чувствую себя, я комплексовать начинаю, я чувствую себя как-то бульгарно, еще и, потому что, там, 20 лет, может быть, я, да, надела бы эти платья, носила бы с удовольствием, но сейчас хочется выглядеть такой, дорогая женственность, дорогая такая элегантность, то есть нести себя... А, если бы у тебя сейчас, ты бы была довольна своей фигурой, не надела бы, я хочу, чтобы меня воспринимали, да, не девочкой 20 лет, а, так сказать, роскошная женщина, в правильном понимании слова женщина, потому что не обижаться на слово женщина, а вот женщина с точки зрения какой-то, вы знаете, вот, даже не слово такое подобрать, Маришка, помогай, девочки, ну, дорогая, шикарная, я не знаю, как сказать, дорогая, причем не из-за того, что, как бы, дорогие платья, или очень дорогая, там, бижутерия, или аксессуары, а именно в понимании, как бы, благородности какой-то, правильно, дорогой, я не знаю, как подобрать правильно слова, и по поводу, даже, вот, о силуэтности и длины, в частности, да, я уже много лет не ношу мини, Не потому, что там, опять же, с ногами какие-то проблемы, а я чувствую себя настолько как-то дешево, просто. Сюда вы можете сказать про статус? Да, да, и при этом, Жан, да, вот слово статусность. Да, не статусно, и когда я надеваю платье, надеваю платье, да, как правило, ниже колена, миди и макси, я не чувствую менее сексуально какой-то, знаете, очень даже наоборот. По мне это очень красиво, так прям, значит, сексуально и дорого, в хорошем смысле этого слова. Да, 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 то есть дорого, я хочу сказать, это, скорее всего, когда ты себя ощущаешь дорого, а не именно, что на тебе платье надето за какие-то большие деньги, да? Ну, хотя на самом-то деле, сейчас все-таки пришел к нам тренд мини, подиумы все пестрят в мини, да, миди осталось, макси осталось, но мини пришел, отлично, с ярким таким трендом, но в коллекциях у нас его не будет, и мы носить его не будем, одна только модель будет, юбка там, да, и для тех, кто совсем хочет, да, там, с высокими сапогами там красивыми, да, с объемным, перекотажным, мягким свитером, непоршим, закрытым горлом, да, это будет прям плотные колготы, с плотными колготками, да, но и это, скорее всего, мода, которая была сейчас создана, как раз не женщины элегантных, да, это для молодых девушек, там, 20, там, 25 лет, 130 лет, давайте так скажем, которые прямо хотят себя показать, которые в поиске, которые хотя бы на пике моды, вот это, вот знаете, на острие, как говорится, это все для них, а все-таки тут уже хочется немножко по-другому относиться. Достаточно модные, современные, на пике, но вот тут, наверное, как раз имеется в виду определенный статус, да, вот мы начали это говорить. Да, определенная грань статуса, да, 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 что не хочется, чтобы воспринимали тебя, знаете, как-то вот там престарелой девочкой, да, 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 можно я кое-что добавлю по трендов и лично нашего видения на тренды, да, мы никогда не любили одеваться в остром тренде, никогда, скажу почему, потому что сразу становишься как все, ну, образно, да, как вот яркий тренд, мы всегда миксовали что-то свое, да, или частями брали этот тренд, который именно близок, там, по стилистике, да, или по внешнему виду к себе, вот именно так. И получается гораздо интереснее, благороднее, интереснее. И наши клиенты, да, и наши клиенты, да, мы сами всегда отличались от других людей, да, потому что вроде были модные, но не такие, как все. То есть наша суть нашей одежды как раз в этом заключается, что она вроде модная, современная, но она реально отличается от той одежды другой, которую в масс-маркетах подаете или где-то еще, но другая она, ну, правда, не знаю, трудно со стороны посмотреть, ну, ну, мне кажется, иногда, что так вот, надеваю платье какое-то, понимаешь, такое платье я не вижу в этом магазине, в том, в том, и там не вижу, и там не вижу. На самом деле нас очень сильно поддерживают наши клиенты, у нас очень много наших благодарных клиентов, которые пишут нам вот такие вот оды про нас, мы все это не сами придумали, потому что порой на себя со стороны очень сложно посмотреть, ну, вот ты делаешь, тебе нравится, но со стороны, сами понимаете, как бы ты вот не понимаешь, как это все выглядит, вот, и спасибо большое, да, нашим клиентам, которые нас очень любят и пишут, что они в наших платьях женятся, влюбляются, что там их платья изменили их жизнь в лучшую сторону, что они стали красотками, королевами, и вот это делает нас еще более счастливыми в своем деле. Да, супер. А вот тут скажите, пожалуйста, еще по поводу трикотажа, а почему, чем отличать трикотаж, ну вот если возьмем там магазинный, и то, что у вас, почему некоторые кофточки магазинные буквально 2-3 стирки, и они просто превращаются в тряпки. Вот, что такого там есть или нет, почему они так быстро выходят из строя, вот у вас по-другому, в чем разница ткани или что, или это пошип, или это ткань, или что это. Ириша, расскажи. Ну, мы когда-то для себя пришли и нащупали такую пряжу, которую из итальянских фабрик, на самом деле ведущих фабрик, это еще давно-давно пошло, и мы пробовали разные артикулы пряжи, да, и нашли некоторые артикулы базовые, которые реально хорошего качества, в которых мы уверены. Итальянцы тоже бывают там, конечно, что-то мудрят там с какими-то составами, но по большому счету одежда очень хорошо носится. Это правда, проверено на себе, а суть в том, что в этой нитке, там пряжа получается, как условно, там основная пряжа смесовая, да, там обязательно есть состав синтетики, для чего она нужна? для того, чтобы есть, даже не синтетика, акрил, да. Акрил просто держит форму, она не дает вещи расползаться, растягиваться и как бы закатываться. Акрил тоже можно закатывать. Мы получали витамин, и поэтому качество шерсти, да, ухудшилось. То есть, только нюансов на самом деле, вот. Но мы стараемся найти те вот, те моменты, чтобы мы были уверены в своей пряже. Мы сами же носим, правда ведь? Ну, плюс ко всему, пряжа, пряжа, как бы, спасибо нашему образованию, да, и всему остальному опыту, мы, вот даже вот пряжу смотрим, да, и понимаем, что если связать из этой пряжи рыхло, например, да, то вещь будет закатываться и вытягиваться, и, например, сильно вытягивается на попе, к примеру, да, и из нее мы платье вообще вязать не будем. Или будем подбирать другую плотность, другие переплетения, те, ну, к примеру, это из опыта, да, именно, прикатажного нашего, который как бы приукрасит эту вещь, позволит держать форму, как бы, и не будет в процессе там эксплуатации как плохо себя вести, да, потому что мы сами знаем, мы сами, во-первых, носим, мы не хотим, чтобы любимая вещь испортилась, да, и знаем, что, и не хотим обижать наших клиентов, чтобы они купили, знаете, а потом расстраивались, честно могу сказать, поэтому мы это делаем с душой, прям, вот, подходим к этому делу. У нас девушки, да, извините, пожалуйста, приносят платье, там, которому больше 10 лет, говорит, ну, не могу, ну, сносил, ну, не могу, Лубер, да, свяжите мне такое же. Это я проходила больше, я все с вами платья, синий. Я же отдала его, да, по-моему. Ну, это ладно. Сейчас выясним по поводу синего платья. Да, правда, такое бывает. И они до сих пор чувствуют стильное в этом платье, с ним, да, прям. А, например, эту одежду, трикотаж, можно подчеркнуть, например, да, еще более остро, аксессуарами, обувь, не знаю, там, сумка, все, что угодно, макияж, ну, как бы все собрать этот стиль так, что даже платье, которое носил 5 лет, и тебе кажется, что вроде бы на 5 лет было актуально, а сейчас вроде бы не очень сильно, но ты можешь его сделать, как раз, добавить в него стиля и сделать как раз актуально в этом сезоне тоже. Випа, как у меня, да, бывает, например, появилось новый свитер, который очень люблю модный. Я думаю, с чего выносить? Раз залез в какой-нибудь старый ящичек, нахожу какую-нибудь юбку образную, да, и понимаю, что та юбка, как я ее раньше не носила, я не знаю, ну, устала от нее или как-то. И с этим именно джемпером они заиграли вместе так, что просто прелесть, да, идеально, например, так. Так, понятно, все здорово, да. Где платье? Да, платье, где вы, где мое платье? Так, что-то я еще хотела спросить по поводу вот образа, да, еще, да, и стиля. Значит, что касается образа, у вас единая такая, ну, как бы концепция идет, да, это про женственность, то есть даже если у вас есть какие-то элементы милитари, такой у вас периодически, да, но оно тоже женственное, это за счет того, что трикотаж, да, и аксессуары, или что? Нет, на самом деле просто мы вот, как сказать, например, стили, как-то, если банально об этом, классические, спортивные, милитари, мы их, для нас это очень скучно, черт побери, скучно, мы берем два или три стиля и соединяем их в одно какое-то, в одно изделие, например, это элегантное, облегающее, условно, красивое платье, милитари, да, но с элементами милитари, с какими-то стильными карманами, но при этом оно приталенное, с каким-то поясом, с пряжкой, то есть мы делаем, совмещаем, и тогда получилось просто невкусно и актуально. Мне кажется, у нас нет ни одного, ни одной модели, ни одного платья в чистом стиле, честно. Мы любительницы фьюжна, скорее, так, да, это имеют совмещение элементов одного и специально в контраст, неоновое, но при этом классическое платье в неоновом цвете, к примеру, или жакет классический в неоновом Ну вот такое. В общем, у нас как-то так. А вы только свою одежду носите? Почти, да. Наверное, на 85% или на 89%? На 95%. Ну, если не брать верхнюю одежду и обувь. Ну, и джинсы иногда носим. Ну, редко, редко, очень редко. Да, тем более, появилась еще коллекция швейных изделий в коллекции. Поэтому теперь нам вообще никуда не надо ходить и покупать другие вещи. Мы миксуем трикотаж с кожей или с какой-то интересной фактурой ткани, или с шелком, или с вискозой. И смотрится тоже особенно контрастно и как раз, как мы любим. Да, добавляем стиля. А вам не надоедает, как бы, в трикотаже постоянно ходить? Если надоедает ходить в трикотаже, мы создаем новый трикотаж. Другой коллекции. Немножко в другом стиле, в другом цвете. И опять получаем этот свежий глоток чего-то нового. Да, понятно. Спасибо огромное. Давайте еще пару каких-нибудь ваших лайфхаков. Лайфхаков. Маринка, давай. Так сразу. На трикотаж или вообще? Вот такой вопрос. Значит, а как вы выбираете одежду на сегодняшний день? То есть вот вы проснулись и что? Когда у нас не было семей и мы на работу ездили к одиннадцати, ну, мы для себя так решились, нам надо к одиннадцати. Мы жили вместе, да? Мы переодевались раз по шесть, по семь. Но мы жили вместе. У нас был общий гардероб. И порой хватали за одно и то же платье. Чуть-то не дрались. Потом мы сказали, так будет честно, что никто его сегодня не одевает. Давай что-нибудь другое придумывать. И было так. То есть как бы ты с ночи, с вечера там гонял бы, что с чем сочетать. Сейчас мы встаем в шесть в пять утра. У нас дети, садики и школы. И это экспромт. Ну, достаточно, кстати, удачный, я так полагаю. Получается в итоге. То есть мозг стал работать быстрее. Вот как-то так. Ну, конечно, по настроению, безусловно. Бывает такое не очень хорошее настроение, грустно. Тогда ты более спокойно одеваешься под свету, да? И под офисилуэту. А бывает весело, ярко, если вдруг выспался, наконец-то. Вот. Это очень много от настроения зависит. И от видения себя сегодня. Либо так же хочется быть нежной сегодня. Одеваю там нежные бижуты или аксессуары. Такие, знаете, нежные цвета. Либо хочется быть дерзкой. Надеваю там черное платье с глубоким декольте, с крупными конго серьгами. Ну, вот как-то вот так. Вот так. То есть все интуитивно и под настроение? Абсолютно точно, да. А не то, что влезло в один образ. Нет. У меня лично такой принцип, я не надеваю вещи одинаково два дня подряд. И у меня такой принцип, этим летом, нет, я так хочу. Да. Мало того, в этом сезоне я стараюсь не надевать одно платье несколько раз за все лет. Я стараюсь каждый раз разное искать. Либо новые сочетания искать, понимаете. Я вот так в прошлом году ходила. Сегодня вот эту юбку с этим не буду, вот по-другому попробую. Вот ищу каждый раз что-то новое для себя. И каждый раз чувствую себя новой. Каждый день. Да. Это помогает. Да. Ну и девочки, самый главный лайфхак для нас для всех, да, это хорошее настроение и улыбки. Старайтесь как бы, ну вот, я вот стараюсь прям, знаете, вот прям жить с радостью. Ну вот тебе одежда это помогает? Очень сильно. Очень сильно. Мало того, когда ты хорошо оден, ты себя чувствуешь классно и люди со стороны… Повышается внутри. Да, естественно, повышается самооценка. А это сразу глазки горят, понимаете. И видно, что женщина уже счастливая, понимаете. Да, платье на тело какое нравится. Да, это правда. И вообще мы всегда говорим своим клиентам, и сами, в принципе, так делаем, скажем так, да. Нужно каждый день наряжаться. Вот прям каждый день наряжаться. Не важно, может, на ту же работу вы идете или какие-то у вас там какие-то планы, такие рутинные, да. Но будьте каждый день красивыми. Жизнь-то одна, правда же? А вдруг вы сегодня вот… Ну, я уж не говорю, там повод случится какой-то, да. У нас мама, например, да, вот наша, да, она губы красила в лес, мусор вынести. Она не могла выйти на улицу, там, ни одевать, ни нахать. Ну, как бы дома была. Так она переоденется, накрасит губы, подберет обувь. Только потом она с мусорным ведро идет вытаскивать какой-то мусор или куда-то еще. Папа всегда смеялся, потому что мама влез всегда с красной помадой. Вот, то есть, оттуда, видимо, и пошло. Потому что, ну, а как ты же женщина? Как ты можешь показаться на улице, например, какая-нибудь нечесанная, например? Не-не-не. Это, видимо, все-таки из детства, изнутри. Мало того, у меня даже муж смеется, что мы даже… Я на улице, ну, только за город могу поехать не накрашена, но, как правило, неважно, куда я иду, мне там ребенка в школу завести только и все, я обязательно накрашусь, надену подходящие там аксессуары и так далее. Я по-другому просто не могу. Слушай, это здорово. Это правда. На самом деле это круто. На самом деле это очень круто, да. И вот это из той серии, когда говорят, ну, повезло же красавицей, да, родились, а на самом деле это труд такой. На самом деле это труд. По поводу красавиц. Мы никогда не считали себя красотками, да, и в детстве даже гадкими утятами, но потом подросли нам стали делать комплименты, мы подумали, о, может и правда ничего. Вот, но мне кажется, любая женщина красива. Главное найти себя, найти свой макияж, свой стиль, одежду, все остальное. И тогда вы станете еще лучше, чем вас родила природа. И тогда вы будете себя любить и вас будут любить. Независимо с ней. Еще важно для меня вот лично, как мамы двух мальчиков, мне очень приятно, когда мои сыновья каждый день видят красивые мамы и делают комплименты. И ведь они, ну делают, да, да, ну не так часто, но делают. Да, 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 и обращают внимание. Вот, и пусть невестка будет такая же. Все впитывается молоком матери. Да, у меня дочь, которой 6 лет, и вот она уже сейчас, она с вечера готовит одежду, подбирает овои в бусы. Я вот об этом, ну как бы я не учила специально это делать. Она просто смотрит, она смотрит, да, она смотрит и понимает, я в этом садик не пойду. Короткие шорты в детский сад, мама, это же неприлично. Я же не в лес еду, говорит, на залив, я не надену короткие шорты. То есть у нее уже есть даже какие-то определенные принципы, основываясь, видимо, на своем стиле. Она говорит, мама, посмотри, у девочки идет, ну разве так можно одеваться вообще в городе? Ужас какой. То есть я рассказываю какие-то вещи, например, что правильно, что неправильно, что уместно где-то, что неуместно в месте. Поэтому как бы дети вырастают такими, как их мамы. Ну как ни крути их, правда. Да, Жанночка, есть пример тоже? Да, конечно. А если не было мамы? А если мама этому не научила? Тогда учимся сами. Тогда учимся сами. Учимся сейчас. Не отказываем. Это сто процентов, поэтому у каждого своя история. И если вдруг не было такого опыта, когда ваши близкие помогли, то тогда мы берем все в свои руки и сами себе помогаем, и начинаем изучать. И это не всегда с рождения ребенка, это всегда идет как бы в первую очередь именно от того желания. Хочу. Если хочу, то все это можно для себя сделать так, что-то будет очень красиво. И вам будет постоянно делать комплименты. Так, я буду приглашать еще вас на вебинар, потому что у меня еще куча вопросов. Да? Хорошо? Замызти. Ладно, все. Всем хорошего дня. Пока. Пока.